Комкабель может оспорить в прокуратуре. Следственные действия, проведенные на предприятии, наличие картельного сговора в компании не признают. За три года на строительство и ремонт дорог в край направят 34 миллиарда рублей. Планы представил глава краевого Минтранса. Из партнеров и единомышленников фонд поддержки блокчейн-проектов с пермской пропиской рассказал об итогах работы на конференции Перм-Винтерску. В очереди новости НРБК. Я Рустам Вагизов. Здравствуйте. Комкабель намерен оспорить в прокуратуре следственные действия, проведенные на предприятии. Представители пермского завода подтвердили, что на Комкабеле прошли обыски. Следственные органы МВД подозревают несколько крупных российских производителей кабеля в заключении картельного соглашения, отмечает коммерсант. Еще ранее, в июне 2016-го, ФАС России признала 7 компаний нефтепогружного кабеля виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, предусматривающего раздел рынка и отказ от конкуренции. По материалам антимонопольщиков, в результате сговора заводы Комкабель, Роскад, завод Кавказкабель, народное предприятие Подольсккабель, Холдинг Кабельный Альянс, Уралкабель и СИПкабель, в 2014-м и 2015-м годах одномоментно и без экономически обоснованных причин повышали цену своей продукции для крупнейших нефтяных компаний на 20-30%. Общий ущерб по оценкам ФАС превышает 250 миллионов рублей. Последствия арбитражные суды Москвы, Московского округа и 9-й арбитражный апелляционный суд подтвердили административный штраф для участников сговора общей суммой 250 миллионов рублей. В частности, штраф Комкабеля составил почти 11 миллионов. В настоящий момент юристы завода готовят материалы для обжалования постановления Верховный суд России. Но в официальном комментарии телеканалу пермский завод Комкабель отметил, что говорить о сговоре нельзя, так как экономический анализ рынка не проводился. Он характеризуется высокой конкуренцией. Более 200 производителей кабельной продукции. Кроме этого, закупочные процедуры являются открытыми. Заказчики сами определяют участников. Издательство Коммерсант сообщает, что в МВД неоднократно вносились постановления об отказе возбуждению уголовного дела. Однако обыски на некоторых предприятиях, по данным источников медиахолдинга, прошли еще в прошлом году. Строительство автодороги обход Чусового протяженностью почти 7 километров. Идет с опережением графика. Один из самых крупных региональных инвестпроектов стоимостью 2 миллиарда рублей реализован наполовину, сообщил министр транспорта края Николай Уханов на заседании правительства. Этот объект в министерстве планирует завершить к середине 2019-го. Озвучено, что планы по строительству и реконструкции автодорог в крае составлены на 5 лет вперед. В этом году объем Дорожного фонда составит 9,5 миллиардов рублей. Но с учетом переходящих средств и доп. доходов 10 миллиардов 300 миллионов. До 2021 года задача построить порядка 90 километров дорог и 2000 километров отремонтировать. Из знаковых объектов реконструкция дороги Березники-Соликамск. Первый этап протяженностью 4 километра будет завершен в следующем году еще порядка 13 километров к 2022-му. По обходу Куиды в феврале будет повторно объявлен конкурс по выбору подрядчика. Срок ввода объекта 2019-й. Дополнительные полосы планируется также организовать на автодорогах Полазно-Чусовой, Пермь-Березники, а также на участке от Осы до Чернушки. К реализации конституционного соглашения о строительстве моста через Чусовую с объемом средств в 14,5 миллиардов рублей. План их приступить уже в этом году. Но также не исключается, что реконструкция следующего участка, федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, удастся начать раньше намеченного срока. В прошлом году те лимиты, которые выделялись на Пермский край, составили 1,6 миллиарда. В этом году это цифра 3,6 миллиарда рублей, которые включают в себя завершение участка реконструкции дороги Пермь-Екатеринбург. Сейчас мы с Федеральным дорожным агентством включили участок 47,58 в перечень вновь начинаемых объектов, как мы искали, Максим Игнатьевич. И уверен, что в этом году мы уже приступим к его реализации. В рамках обсуждения дорожных планов председатель Комитета по развитию инфраструктуры Краевого парламента Виктор Плюснин отметил, что в крае по-прежнему существуют проблемы ценообразования строительства и предложил решить этот вопрос на законодательном уровне. Глава региона согласился с тем, что ценообразование должно быть честно и для того, чтобы инвестировать и идти вперед, подрядчики должны определять разумную форму рентабельности. Официальный курс доллара понизился на 11 копеек, составит 56,18. Основным драйвером роста рубля остается высокая цена на нефть, говорят аналитики. Однако сегодня вечером Минэнерго США по оценке экспертов отчитается о том, что запасы нефти в Штатах перестали сокращаться. Это может давить на нефтяные котировки. Еще один возможный негативный фактор заседания в ФРС. Ужесточение кредитной политики может дать шанс доллару отыграть у многих валют. Кроме того, трейдеры следят за рынком ОФЗ, а сегодня Минфин разместил их на 30 миллиардов рублей. Однако часть игроков рынка по-прежнему ждут пятничный отчет Минфина США, на котором могут содержаться комментарии по поводу полного или частичного запрета вложения в российский госдолг. Отыгрывать рынок это может уже в начале следующей недели. Столичный фонд поддержки блокчейн-проектов с пермской пропиской смог вывести первый жизнеспособный продукт проекта СОН. Команда, основу которой составляют пермские разработчики, прорабатывает технологию максимально эффективного использования оборудования, в том числе для майнинга. Об этом управляющим фондом Алексей Антонов рассказал телеканал РБК на конференции Перм-Винтерскул-2018. Он отметил, что сейчас их технологию так называемых туманных вычислений тестирует около 500 человек. Их количество продолжает увеличиваться. В декабре стоимость проекта СОН оценивалась в 250 миллионов долларов. Сейчас на фоне снижения котировок криптовалюты около 150 миллионов. Напомним, летом 2017 блокчейн-проект привлек на ICO более 40 миллионов долларов. Алексей Антонов отметил, что на конференции Перм-Винтерскул ему уже годно удается найти потенциальных партнеров и даже интересантов его проектов. К примеру, в прошлом году на зимней школе Московский фонд нашел двух новых сотрудников. Посетители узнали что-то новое, узнают какие-то новую информацию о проектах, могут познакомиться с кем-то из-за рубежа. Я думаю, что единомышленников однозначно найти здесь можно. Здесь можно найти самых толковых и заинтересованных ребят из тех, кто есть сейчас в Перми по этой тематике. Здесь можно найти не напрямую, но через кого-то выход к деньгам и к фондам. Организаторы конференции Пермский госуниверситет и компания ЛИКИ при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджментов на мероприятии обсуждали лучшие практики в области цифровых финансовых рынков. Особое внимание уделили законодательному регулированию криптовалюты и блокчейн-систем. На этом пока все. Смотрите, читайте РБК. Хорошего вечера. РБК. Хорошего вечера. РБК. Хорошего вечера.